Друзья, здравствуйте! Хоккей наконец-то вернулся позади паузы в чемпионате Фон Бэтка Хэлл, связанной с проведением Мачо-Звезд и с матчами сборной России. Ну и теперь мы приглашаем вас в замечательный город Санкт-Петербург. Здесь сегодня сыграют местные СКА и ХК. Свой счет был 0-0, но по броскам 15-2. И вот все это реально отражало то, что команда демонстрировала на льду. Бросок верхом, гол! И 1-0 забивает Марат Хайрулин. Вот так довольно неожиданно это произошло. У СКА было серьезное преимущество с самого начала матча. Очень много бросков, очень много голевых моментов, даже куда более очевидных. Но в этой ситуации, я думаю, что мало кто гола ожидал. Кроме, возможно, Марата Хайрулина. Ну и, сюда славу Гребенчукову, конечно же, довести дело до бросков, а воротам не удается. Грэм бросает гол! 1-1! ХК Сочи реализует большинство. Есть у меня подозрение, что там случился рикошет. Я уж не знаю, переправление это или именно рикошет от игрока СКА, но бросал точно Джесси Грэм. Возможно, переправил шайбу Сергей Попов. Да, нам его и показывают. Он катил первым. Вот так сегодня в основном атакует СКА, но Сочи сравнивает. Кто-то поборолся до конца с Игодеев. И точку выиграл, но после этого передача и гол! 2-1 в пользу СКА! Идеальное попадание в ближний, нижний угол в исполнении Воробьева. Причем все это сразу после того, как сочинцы вроде бы поборолись за шайбу и практически ее выиграли, но в итоге пропустили. Вот это цена выигранного единоборства в целом, а не только вбрасывание. Пошел чуть-чуть вперед нападающий СКА, поборолся. Это Толчинский нашел линию для передачи и, стянув на себя при этом еще и Сагадеева, сделал. В предыдущие матчи, конечно, между этими командами в текущем сезоне были куда более результативными, но сегодня тоже интрига присутствует. Момент и шайба в воробах. 3-1. Это Борна Рендулич. Тренеры, как Асочи, само собой недовольны провалом команды при возврате в оборону. Ну, а Рендулич показывает, что он поменял клуб в этом сезоне, но по-брежнему играет чрезвычайно эффективно. Седьмая шайба в составе СКА. Понимать и понял это Сапега, покатил назад. В боем против одного атака Сочи. Хафизов. Гол! 2-3. Сочи в игре. Какая же классная реализация моментов сегодня у команды Дмитрия Коколева. Их реально мало, но как только эти парни оказываются в зоне атаки, всегда создаются угрозы вот этому парню и его воротам. Тимур Кокфизов. И его идеальное попадание в дальнюю девятку. Вновь Голченюк. Держит шайбу, бросает перекладина. Едва СКА четвертую не отгрузил, причем показывает Хайрулин и Голченюк, что это гол. Но судя по звуку и судя по тому, как шайба отскочила, я склоняюсь к тому, что это именно перекладина, а не то, о чем подумали эти парни. Кстати, а показывают гол. Вау. Неужели и правда взять ее в ворот? Бросал Хайрулин, отдавал. 10 секунд назад команда СКА полностью пересекла линию ворот. Гол за хитрой. Вот команда СКА пересекла линию ворот. Забавно, кстати, было бы, но шайба тут. Ответ СКА тем временем. Рендович, пас назад, Зинченко направо, в касание. Это гол Арсения Грицука. 5-2 в пользу СКА. Все-таки уровень мастерства сказывается. Наказали здесь вновь. В атаке сходу перехват как раз при участии Грицука. Перевод вперед, затем сам он открывается. И идеальное попадание в ближний угол. Перемещал Третьяк, но на сей раз спасти свою команду не смог. Как-то Толчинский в центр прошла передача. Это гол 6-2 Михаил Воробьев. Действительно, сегодня команды вполне могут добраться до 9-ти голов в общей сложности, что было и в обеих играх октября. Здесь пока 8. 6-2 в пользу СКА. Как же часто удается реализовывать свои моменты армейца в третьем периоде. Уже пятая шайба за третий отрезок. Но оно и понятно, учитывая то, какая нагрузка свалилась на Третьяка. В Новгороде. И два в Москве с Динамо и ЦСКА. После чего последняя игра календарного года с Автомобилистом. Но тем временем и седьмая влетает за авторством седьмого номера. Выигранная борьба опять же. Не вбрасывание, а именно борьба в угло. Затем Глотов помогает. Ну и какой роскошный пас между ног. Глотов. Красавец. Принимает шайбу. И затем обыгрывает Максима. Третьяка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова